Даже в кошмарном сне это не мог представить такую схватку ютубер с самым загадочным голосом против короля харизмы, повелитель багов против магистра английского языка. Кому-то из них судьба уговорила сладкий триумф, другому же предстоит потерпеть обидное поражение. Естественно масштаб личности этих персонажей настолько огромен, что наши подписчики приравняли их чуть ли не к маме с папой, по традиции заявили о недопустимости такого сравнения. Ну а мы все же решили прогуляться по офигенно тонкому льду и вот что из того получилось. Добро пожаловать на Телблогнет и сегодня ты увидишь батл Мармока против Купленова. Раунд 1. Контент. Конечно начнем со сравнения творчества наших дуэлянтов. Они же все-таки блогеры и видосики первое что нужно оценить. Купленов это классический лестплейщик, который посвятил ютубу уже 6 лет своей жизни. Признаюсь честно из всех блогеров которые проходят игры я время от времени посматриваю русгейм тактикс. Если есть желание вникнуть в саму суть, либо Демаса, когда хочется тупо поорать. У него просто нереальная харизма, поэтому любая игра, даже если мы говорим про унылое 2D говно, вместе с Купленовым кажется веселое и стоящее внимание. Там три фазы как ёбница. Чего? Я порой удивляюсь как у хозяина двух прекрасных шеншилл вообще хватает такого эмоционального заряда аж на 2 часовых ролика в день. Весь секрет в простоте монтажа. Я честно говоря немного удивился, но некоторые подписчики нашего паблика ВКонтакте отнесли эту особенность роликов Димы к преимуществам. Бол так лучше видна сущность блогера, которая теряется за всякими спецэффектами и вставочками. И ведь немало людей считают, что лестплей, который условно говоря пишется час 30 и обрезается до часа круче, чем контент Мармока. Вот как-то так мы плавно подошли к творчеству Марина. У молдавского парня ролики выходят не так часто, как у купленного. Я бы даже сказал редко, всего раз в неделю, но они куда более трудозатратны. Сидеть выискивать эти долбанные баги в течение нескольких дней, потом все это дело смонтировать. Затем нужно придумать смешные шуточки на каждую нелепую ситуацию и нарисовать классную превьюху, чтобы в итоге выдать 10-12 минутный видосик, который только со стороны кажется простецким. Я ей хер и показал. Каменный хер такой шуршавый, док. Я вчера с женщиной переспал и на утро отошел только кожу. А ведь это не единственный формат Мармока. Нечто подобное блогер проворачивает из VR, и именно он на русском ютубе популяризировал тему с виртуальной реальностью. О, мне надо его уложить спать, это так мило. Баю, баюшки, бою, не ложись, а на краю. Плюс автор записывает что-то вроде летсплеев по CS GO и опять же с подборкой максимально крутых моментов. Марин сам по себе человек трудоспособный и к любому движу на своем канале подходит максимально ответственно. Чего только стоит интро, над которым парень коптел полгода, в то время как большинство ютуберов вообще не уделяют этому внимания. Вот эта вот сцена, вот эти вот кадры, обрабатываются уже третьи сутки, то есть без перерыва. От тебя хочу добавить, что ролики, которые делает Мармок, уникальны среди игрового контента. Купленов, повторюсь, классический летсплейщик. Да, смешной, да, с харизмой. Но он снимает в том же формате и то же, что снимают, например, Юджин, Олег, Брейн. Список продолжай сам. А кто делает то, что делает Мармок? Только сам Марин. Ну и под конец раунда, как и еще одно подтверждение, что кому-то нравится простота Димы, а кто-то ценит труд его молдавского коллеги, скриншот из двух подряд комментариев. Я считаю, что у Мармока очень трудоемкий процесс записывания видеоигр. Он всю неделю записывает разные игры, дабы найти хотя бы какой-то баг в игре. Димка Купленов не делает нарезку в каждом выложенном видосе и не вырезает какие-то косяки и провалы. А это помогает увидеть его душу в видео целиком. Тем не менее, основываясь на ранее приведенных аргументов, результат дебютного раунда – Мармок – 1 балл, Купленов – 0 баллов. Раунд 2. Общение с аудиторией. Пожалуй, за это Диму многие и полюбили. Каждый раз, когда он врубает вебку, у подписчиков складывается впечатление, что они созваниваются с давним другом и тупо рофлят с очередной игры. Но помимо того, что Купленов умеет к себе расположить аудиторию через видосики, он еще и непосредственно взаимодействует со своими зрителями. Во-первых, на стримах которых у Димона по 2 штуки на неделю. Как тебе игра? Да нормально игра. Но, кстати, время-то сколько прошло? Я думаю, может, это... Другую уже начнем какую-нибудь? Во-вторых, во время сходок они, кстати, тоже проводятся регулярно. Фильма! 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 Одна из них даже попала в наш ТОП-10 встреч ютуберов с подписчиками, которые ты можешь посмотреть по ссылке в описании. Ну а зрители тоже неплошают и заваливают своего кумира подарками, которые он с радостью демонстрирует на весь мир. Ежедневник? И тут расписано что-то, знаешь, какие-то упражнения, да? Типа, что-то лишнее, что-то не лишнее. Столько-то секунд в день, как правильно кресло, как чего, как того. Кроме того, Купленовский монолог под елкой для подписчиков уже стал классикой. Для тех, у кого Новый год еще не наступил, я скажу просто с наступающим. Для тех, у кого Новый год уже наступил и идет прямо сейчас, я скажу, что с Новым годом. Ну и не забываем о конкурсах, которые Змешливый Бородач тоже время от времени проводит, чтобы порадовать аудиторию. Ты уже понял, наверное, условия розыгрыша, но я тебе о них пока что не скажу, поэтому ты досмотришь видео до конца. Короче, Купленов, несмотря на свою скромность, старается находить точки соприкосновения с фанатами, общаясь с ними и играя в предложенные игры. Конечно, Дима, как и все люди, тоже бывает в плохом настроении и может немного гаркнуть на аудиторию, но это разовое явление, а не закономерность. Ааа, не буду я запускать таймфлоу, будете спамить, сейчас закрою чат. Нахрен. Обычно Купленяша милый, пушистый и ничуть не колючий. Мармок, я уверен, тоже хороший парень, но он прям через чушь зажат в себе. Иначе, что тогда Марин делает на втором месте нашего топа скромных ютуберов? Эээ, ну я просто не люблю себя афишировать. Мне неловко, когда меня узнают, когда, ну, это популярность. И по ходу дела, чем больше людей подписывается на канал, тем скромнее он становится. Раньше, когда у Мармока был еще не такой детовский голос, ютубер даже отвечал на вопросы. И то, его порыва хватало только на один шестиминутный видос. Думаю, закрытость сегодняшнего соперника Купленова отлично описывает тот факт, что он впервые поприсутствовал на видеоблогерской тусе, только когда на канале стукнуло 8 миллионов подписчиков. Всем привет, друзья. Я не хотел делать это видео, даже не знаю почему. Наверное, тут не один фактор причастия на несколько. Я думаю, максимум, на который могут рассчитывать зрители, это парочка видео в год на лайв-канале, и то не факт, что они будут посвящены жизни Мармока. И предупреждение о том, что тогда или тогда не выйдет видосик. Так что, пацаны, грустная новость. Батлу не ждите, GTA-шку онлайн не ждите, Contra-Strike не ждите, в общем, онлайн-игр не ждите. С таким интернетом это одно мучение. Ну и еще вставку их коммента в ролик, что, собственно, большая редкость. На этом все. Разумеется, публике очень хотелось бы получить больше инфы о своем кумире, о том, какой он есть и чем увлекается за пределами Ютуба. Но сам Марин не горит желанием рассказывать детали приватной жизни или хотя бы просто пообщаться с аудиторией. Именно поэтому счет по итогам второго раунда Мармок – 1 балл. Купленов – 1 балл. Раунд 3. Образ. У Димы он базируется на зрительском смехе, бомбических фразочках, которых за 6 лет накопилась просто вагон и маленькая тележка и статусе добряка, не лезущего абсолютно ни в какие конфликты. Ах да, еще летсплэйщик претендует на звание лучшего учителя английского языка за последнюю тысячу лет. Последнее слово написано хер... Слышь, что? Смотри, последнее слово написано херню крафт, бля. По-русски нахуй. Чуть не забыл про одну интересную особенность Димкиных летсплеев – мат. Он есть у многих ютуберов. Но Купленовский мат – это уникальная форма ругательства, потому что обычно зрители негативно относятся к сквернословию, а в случае с Купленовым заявляют, что у него даже матерщина получается ламповой. Вот это я понимаю в лояльности аудитории. Марвок тоже не отказывает себе в паре тройку бранных слов, но все же главная особенность Марина – его голос. Прикол в том, что в бородатые годы он был совершенно другим, а пару лет назад стал похож на урчание старого деда. Отлично. Второй защеканец меня не заметил. А ну живо отошли у меня в руках биологическое оружие. Мне, конечно, тембр в целом тот же, но как будто бы он постарел на лет, этак, 40-50. Многие зрители придерживают сомнения, что блогер намеренно искажает голос, чтобы как-то выделиться. Однако, судя по последним экспресс-интервью Мармока, которое парень давал на Игромире, именно таким образом он разговаривает и в реальной жизни. Хватит уже, мне и так достаточно. Куда вы, вас так много уже. Можно подумать, что и здесь Марин перенастроил свои гланды на нужные частоты. Но тогда почему у него ни разу не пробился якобы настоящий образ речи? В любом случае, поклонники молдавского ютубера просто наслаждаются его голосом не слишком парист на счет наигранности или натуральности. Хотя кому-то кажется, что интонация смешнее как раз у Купленова, однако большинство подписчиков голос указали все же фишкой Мармока. А поскольку речь мало кто делает основной чертой своего образа, за нестандартный подход и огромные силы, которые Марин тратит на производство роликов, итоговый результат жаркой битвы, Мармок 2 балла, Купленов 1 балл. Это первое поражение Димона за всю историю участия в наших баттлах, и присудили его подписчики нашего паблика ВКонтакте, которые очень активно строчили доводы и аргументы в пользу своего любимого блогера. А ты согласен с исходом противостояния? Или считаешь, что Купленов круче и заслуживает реванша? Пиши об этом в комментариях, и не забудь подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе свежих баттлов. Ну и на паблик ВК подписывайся, ведь там регулярно вместе общаемся. Ну и это там мемасы всякие смешные, заходи в общем, чекни.